Добрый день всем. Спасибо за возможность выступить. Во-первых, я должна извиниться, потому что мой доклад по времени выходит за рамки определения в межвоенный период, хотя там тоже были войны. Но в заглавии стоящее слово «калейдоскоп», я надеюсь, позволяет мне выйти за указанные рамки. И я хочу отправиться в замечательный XIX век, век учености, любознательности, историзма во всех областях знания. И как раз поговорить о замечательном исследователе, а именно Фредерике Дюбуа. Вот его портрет. К сожалению, он жил только 52 года, умер уже на Ишателе. Один из тех замечательных исследователей, которых еще вполне можно считать энциклопедистами. Швейцарец французского происхождения, ученый-энциклопедист, о чем свидетельствуют его работы в самых разных областях. Археологии, этнографии, знания античных древностей, знания античных языков, эпиграфики. Лучше всего ценится работа и, собственно, ни одна работа по археологии или этнографии Кавказа не обходится без обращения к работам Фредерика Дюбуа, посвященных Кавказу, а также югу России, Крыму. И при жизни еще были изданы, при его жизни изданы 7 томов замечательных материалов, которые, кстати, теперь начинаю переводить. И первый том уже издан в издательстве «Алитея» 2019 года. Во-первых, он путешественник, во-вторых, умеющий делать все, делать зарисовки, уметь описывать, умеющий общаться с людьми и получать нужную информацию. Может, именно поэтому Россия еще в 1903 году получила, закупила, честно говоря, фактически все материалы архивные, которые сейчас хранятся в архиве, в петербургском филиале архива Академии наук. Это довольно большой 68-й фонд. В этом же фонде хранятся также записи Дюбуа о Литве, в которой он прожил без малого 10 лет. К этим материалам, насколько мне известно, пока не обращались, и они не были изданы также и на французском или на другом языке. Итак, несколько слов о биографии. Если говорить о времени, то время такое. 795 год, неудачная конституция новая, раздел, третий раздел Речи Посполитой, понятовский, последний польский король и литовский великий князь отправляется в Петербург, где скоро умирает. Но перед отецом у него его имение в Чадове, это северная Литва, скажем так. Он у него покупает Фердинанд фон Роб, барон, у которого уже было имение в Митове, в Курляндии. И в Чадове остается Теодор фон Роб. И именно Дюбуа сперва был совсем молодой, приглашен в качестве учителя в Латвию, однако через два года переезжает в Литву. Собственно, и здесь у него находится, кроме, не знаю, как с учительством, об этом я не нашла свидетельств, но он получает на самом деле замечательные условия для работы. Имеется отличная библиотека с античными авторами и научной литературой. Имеется даже картинная галерея. И вот со всей яростью юный швейцарец французского происхождения штудирует книги, обращается к церковным книгам, ближайшим и не только ближайшим, откуда выписывает количество крещений, бракосочетаний, количество умерших, количество жителей год за годом. Это делает в населенных пунктах. Пишет о национальном составе, о вероисповедании. И описывает также нравы людей, часто сопоставляя, кстати, между собой жителей Курляндии и литовцев. Записывал рассказы, суеверия, обычаи. Таким образом, накопилось довольно большое количество материалов, с которыми очень коротко, на самом деле, как калейдоскоп, хотела бы рассказать, что эти материалы есть. Материалов, которые касаются России, там имеется довольно большой список архивных записей. В частности, дневник путешествия из Покроя в Подолье, 170 страниц. Обычаи и нравы Литвы, 7 тетрадей. Альбом с зарисовками ландшафтов и архитектурных памятников, 98 листов. И также несколько, это не много, но показательно, лирическое стихотворение, которое записано не его рукой, но, тем не менее, интерес к ним нам представляется тоже интересным. Хотела бы указать, чем я пользовалась, кроме архивных материалов. Это замечательная статья Кнёпфлера в истории Нойшетельского университета, где, собственно, последние 10 лет работала Дебуа с большой библиографией. На русском языке директор, современный директор Петербургского архива Тункина издала огромный том, не меньше трех килограммов. Русская наука о классических древностях юга России, начиная с XVIII века и кончая середины XIX, где примерно 40 страниц отпедено именно Фредерику Дебуа. Теперь я подряд пересмотрю то, что есть литовское в архиве. И начинается с дневник путешествия. Путешествие следовательно с севера Литвы, через Биржи, через Вабалинкас, через Геллажей. Я не знала, что там проходила большая дорога, оказывается. Через Паневежис отправляется в Вильнюс и по пути записывает. И я специально подобрала отзыв Паневежисы. Паневежису Питера Губа. И где он пишет своему брату, мне нравится такое юношеское восхищение. Где говорится, и вот мы едем, прекрасный экипаж, ты не представляешь, что мы приезжаем, пишет швейцарец. Всюду такой же шарм и красота, как у Наушетельского озера. но мы проезжаем шесть миль и абсолютная равнина, где не найдешь, не обнаружишь возвышения больше, чем 20 футов. Но 20 футов, это, я не знаю, сколько, 10 метров будет, или примерно так. Конечно, сперва удивляет пейзаж. Второе, описание поселений. Можно следить на французском. Если имеется 10 или 20 домов, то это уже деревня. А если при этом еще имеется кабаре, или продается пиво, или аквабите, аквабите, вот, а еще вдруг костер, это уже город. Я цитирую то, что бросается в глаза. Хочу показать, что это не скучное описание перечисления. Это эмоциональное свидетельство своих впечатлений. И указывается то, что поневежица еще есть. В это время, а это 1825 год, поневежица живет 3000 человек. Большей частью это евреи. Они имеют лицензию на продажу алкогольных напитков и внимательно следят, чтобы контрабанды не привозили, но поневежица еще пиво делают. И так, таким образом один за другим описываются города. Иногда другие данные выписки из церковных книг, судя по всему, были добавлены позднее. Переходим к второй части, а именно обычаи и нравы Литвы. Это тоже 7 тонких тетрадей. Какие приводятся материалы? Самые разные. Самые разные, в том числе лингвистические, скажем, указываются, как называются по-литовски, по-латышски, части, упряжей и другие слова. Приводятся приветствия, как вот Литве здороваются. По-русски здравствуйте, по-польски добрый вечер, по-латышски лабес, вакер, я читаю, как написано. По-литовски тегулбос пагарбинтас Jезус Кристус амшо амженую амин. Некоторые поговорки, которые запомнились путешественнику. Например, у латышей есть поговорка «Ешьте, ешьте гости, а то все равно стухнет». Ешьте. Вот. Общее для латышей и литовцев, а тут не знаю, можно делать эксперимент, можно нет, я не знаю, насколько это записано, ничего не отвечаю. Если закрыт в короб паука, на 7 лет и не открывает, то там через 7 лет найдешь драгоценный камень. На сотой странице, чуть позднее, приводится интересный обычай. Если от удара молнии возник пожар, нельзя его тушить водой, можно только молоком. Сам Дюбуа уточняет, что он думает, что от этого небольшая польза и предполагает, что это остаток языческого времени, когда Перкунас был высшим божеством и с водой к нему приближаться не очень хорошо. Следующее я бы хотела уже более серьезно рассказать. Это вообще лингвистам этот пример хорошо известен, откуда появилось слово бичулись. Но, пожалуй, только здесь я нашла, во-первых, узнала, что это давнее, и, судя по всему, очень давнее. Во-вторых, это работало как закон. А именно, здесь приведена половина. Если интересно, вторую половину я могу рассказать. среди литовских крестьян существует своего рода сообщество, собратство, почти столь же святое, как то, которое основано на крови. Крови или крови, не знаю как. Крови. У них есть особый термин, который это выражает, это бетницким. Это те, кто имеет долю в пчелах. От слова бете почему-то по-немецки можно было записать бете пчела, который обозначает пчела. Тот, кто владеет пчелами по наследству, повторяю, по наследству или иначе с другим человеком, даже если тот ему вовсе не родственник, смотрит на него, как на своего рода брата. И горе тому, кто приступает к требования долга. Каждый год в сезон сбора меда. Все, у кого есть улей, собираются. Это большой праздник, который отмечается медом и водкой, и посреди веселья происходит дележ добычи, добычи, отнятой у пчел. Малейший обман в таких обстоятельствах было бы воспринято как преступление более тяжкое, чем зарезать кого-нибудь. Я пересмотрела словари, битнингский термин, который приводит Дюбова, но именно вот той части Литвы только употребляется вот в этом значении битнингас. А так в литературном языке скорее это будет бичулес, который обозначает особую близость друзей, уже не знают, что это скорее всего знают, что это слово битая пчела, но вот контекст такого и что это возможно достигает времена собирательства еще, каким является собирательство меда и грабеж пчел. Не исключено, что этот обычай достигает другие далекие времена. Собственно, предпоследнее или почти последнее лирическое стихотворение на литовском языке неизвестных авторов или неизвестного автора, как обозначено в формулярах. Их немного, всего 4 или 5 стихотворений, одно из которых длинное, длинное, чуть ли не 140 страниц и религиозного характера, остальные светского характера, но они, во-первых, они переписаны каллиграфически, и здесь показано, как. Правда, вот это читать можно очень легко. То, что пишет сам Дюбо, можно сказать, что он замечательно рисует, мы это увидим, а вот пишет, ну, как сказать, отвратительно нечетко, вот скажем так, нечетко. Абой тих стихотворениях не очень сложно. Было найти, первое, линксмое, по васаре отеял дейна, ищи бержу тексула, как кришталс венас, когда меди и жалусны, ищи лайт лапеллус, грушнес и сливочи, ахатливый. Вот пришли дни радостные дни весны, из берез течет сок, как чистый хрусталь, когда деревья выпускают зеленые листочки, вот тогда груши и сливы цветут охотно. Это то, что у Дюбуа. Я вспомнила, что в Доконтаса Дайна-шамечу имейте аналогичное, представлено только одну стrafу, у Доконтаса Дайна-шамечу раздельно, ну, здесь, на письмо на красивом жемаитискоме языке, линксмас павасаре отея динас, ищи бержу тексула, как кришталс венас, как меди и жалов, и склейт лапеллус, грушай и сливой жит малонингай, немношкай, любесна цветут, груши и сливы. Тоже предложение, стихотворение о весне, о том, что вот весной, я думаю, о конференции, просыпается, начинает зеленеть, кто может зеленеть, начинает трудиться, кто может трудиться, от маленьких букашек до пчел, до птичек, до всех птичек, чтобы было ясно, какие птички, как себя ведет детил. Детил этапа и своем дебуа. И соответствующее стихотворение из первого издания, первого издания, которое составил сам Стараздас. Второе, насколько я помню, он сам собирал, но не составил, и его судьба оригинальности совсем ясна. Что, скажем, нас интересует дебуа? Во-первых, он на самом деле, что может он делать, в том числе, явно собирает, в том числе, и письменные материалы. То, что у него как стихотворение у Доукантаса уже существует как фольклор, как реметийская песня. С другой стороны, это не обозначает, что он записал для него записали мне песню. Но ясно, что вот эта весенняя песня, она знакома Литве в разных диалектных вариантах. Еще не сказалось, что Дебуа составил первую карту морфологического строя литовских земель. Здесь я много не буду говорить, но там помечаются разные параметры, в том числе помечается, где возможно вода может быть соленой. И последнее, я думаю, самое интересное было бы для многих, это чуть ли не сто рисунков, которые сделаны карандашом, всюду помечено, часто помечено, что это такое. Ну, скажем, здесь замок Велены, зарисовка сделана 26 июня 1829 года, 5 часов утра. Думаю, что это деталь. А это татарский замок Макова. По Зенкевичесу это Дягучи, значит, это прусская Литва, Пруссия и татарский замок. Я не буду комментировать, но тоже 29 год и 19 июля. Вот так выглядит человек прелестнём. Один после другого, тут я даже комментировать не буду, фотографии плохие, их нужно сделать несомненно современными средствами и думаю в том числе для восстановления замков или ландшафт столбовой, столб верстовой. Тут каменное ограждение, которым надо было бы так, а так, вот так. А это санок. Вот в этом альбоме что есть? То, что касается Литвы, русской Литвы и замки в Белоруссии, а чаще в Украине, которые так или иначе связаны с великим княжеством литовским или с речью посполитой. Я сказала все, спасибо за внимание и простите, что не в тему. Это Сергей Волотов, да. Вам несложно вернуть слайд, где у вас про пчеловодов, битте и битте не в тему. Хорошо, да. Смотрите, я, кажется, понял, в чем здесь дело. Битте написано по-латышски, то есть как бы по-латышской орфографии того времени, когда еще удваивались согласные после двугих гласных. А вот эти битницки это какая-то аберрация, вы же пишете полужирным, как у него, правильно я понимаю, буква в букву. Битницки так как у него, но у него не выделено. Да, 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 я понимаю. Смотрите, что я предполагаю, что битницки он принял Е за С и как бы расшифровал его с польского на С, а это просто битнияки, это просто то же самое, что битиненька, только опять же по-латышски. Ну, битниякс как бы будет. То есть вместо ТС стоит Е через С. Да, это могло бы быть. Кстати, он так же записал и записал бы и битинь литовская. Вот это стихотворение, которое можно даже показать, которое красиво написано. Линксмапавасари Атео Дианас Ишбержу Текс Сулак и Криштал Свенас. Во-первых, это каллиграфическое письмо. Вот здесь Дюбова решил, что красиво и надо перевести. Это урок для современного переводчика, потому что он явно знает слово Сауле, а Сула ведь очень похоже, не правда ли? Вот. Поэтому он говорит, счастливые дни весны пришли, и дальше у него не сок течет, а течет солнце. И не с Бержу, а через вот так. Если посмотреть, через дерево. Это о том, что он правда может ошибиться, он правда очень своеобразно пишет некоторые слова, но я не совсем поняла вашу идею. Спасибо, что задаете вопрос. Смотрите, моя идея состоится. я кончу удивляться. Я не понимаю, почему литовские человоды со своим законом таким суровым должны были бы обращаться к латышам или полякам. Борисского у него очень мало. Фактически нет. Вы же приводили в самом начале приветствия латышей, то есть поневежество это же довольно близко от латышской границы. Знаем. И может быть если там было смешанное население, то например пчеловоды были преимущественно латыши, поэтому он приводит в латышской орфографии битая а литовская он может писать просто по-латышски. Он же все-таки не то чтобы был там ну прям говорил бегло, он ориентировался в языке, да, ну как бы ну я не знаю, это опять же мое предположение, что битая написана по нормам латышской орфографии и того времени, а в слове битнецки буква С это ошибка вместо Е, это же две буквы строчные, которые почти одинаковые. И битняя Ки стала битнецки. Вот собственно моя идея. Я думаю, что она ошибочна. Ну, на самом деле можно подумать, честно говоря, вот что касается меда и всяких медовых дел, можно почитать два варианта. Во-первых, повседневная жизнь, две книги, повседневная жизнь в великом княжестве литовском, который приводит, правда, там большинство написано по латыни, но переводы хорошие, в том числе повседневная жизнь, включая мед, мед и так далее. И мед в литовской культуре по крайней мере с письменного времени, оно засвидетельствовано, я не не очень понимаю. Спасибо, я тоже буду думать, но не очень долго. Тем более, что по большому слову литовскому, там до сих пор сохраняется битнингас. А в других местах уже битнингас, потом придет бичулес и так далее.